Более 600 административных протоколов в 2017 году составили сотрудники регионального отдела средневолжского управления Росрыболовства. Еще 140 фактов незаконной добычи пресноводных выявили полицейские. По данным работников сферы рыбоохраны запрещенными способами за этот период было выловлено порядка полутора тонн обитателей вод. Ударными для инспекторов выдались и новогодние каникулы, в которые они работали в усиленном режиме. Нашим сотрудникам был составлен 23 административных протокола за браконьерство и незаконный вылов водных биоресурсов. Изъято 98 сетных орудий лова, это косынки сети. Изъято 40 килограмм незаконно выловленной рыбы. Сумма наложенных штрафов на людей, уничтожающих водные биоресурсы, в 2017-м превысила 2 миллиона 400 тысяч рублей. Эти средства поступили в бюджет города Пензы. По словам руководителя регионального отдела Средневоложского управления Росрыболовства, хватает нарушителей и среди тех, кто отправляется на водоемы с удочками. Так, далеко не все соблюдают нормативы, установленные для добычи одного из самых популярных объектов среди любителей подлёдного лова – леща. Забирать его можно только при условии, если размер особи превышает 25 сантиметров. Кругами, кругами. Я просто хочу сказать рыболовым любителям, ну это наше будущее улово. Если мы сохраним вот эту молоть, она вырастет, в конечном итоге больше доставит рыболову любителю удовольствие выловить полтора килограммового леща, чем это лаврушка, как мы его называем. Да, и потолще, да. За добычу маломерных лещей, как и за нарушение нормативов по другим видам, полагается штраф от двух до пяти тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok